Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Сегодня я хотел бы немного сделать шаг назад и поговорить о завершении Христового искупления. Давайте прочитаем отрывок из 9 главы послания к евреям, 11-12 стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скиней, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Еще одно местописание. Это 12 глава все того же послания к евреям, 22 по 24 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведникам, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Что мы с вами читаем, что происходит? Когда Иисус умер на Голговском кресте, его дух спустился в ад. Он проповедовал там тем людям, которые должны были услышать Евангелие. Он воскрес, он вывел этих людей, он поднялся из преисподней, он 40 дней являлся ученикам, и не только ученикам. Множество людей видели его, даже одновременно это было, когда 500 человек видели Иисуса Христа. После этого он вознесся. Первое же, что сделал Иисус, когда он поднялся на небеса, он вошел в нерукотворенную скинию, сотворенную Богом, прообраз которой Моисей воссоздал на земле. Он вошел в эту скинию, как первосвященник от лица всех людей, принеся на жертвенник не кровь жертвенных животных, как было сказано в законе Моисея. Он принес собственную кровь, которую возложил на жертвенник, как признак совершенной жертвы. И в результате этого Бог отверз дверь для излияния Духа Святого. Только приняв жертву Иисуса Христа, Бог смог излить, исполнить то обетование, которое нам дал об излиянии Духа Святого. Мы не стали святыми, мы не стали лучше, но мы были признаны Его детьми, мы были признаны искупленными, мы получили белую одежду праведности через кровь Иисуса Христа. И это сделало нас достойными. Не мы приобрели это достоинство, нас сделали достойными, нас признали достойными, несмотря на все наше недостоинство. И только это сделало возможно. Субтитры подогнал «Симон»!